Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Ирина Вознесенская, директор Центра психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков. Здравствуйте! Добрый день! Ирина Николаевна, темой нашего сегодняшнего разговора будет о том, как сотрудники вашего центра разрешают конфликты между их участниками в школьной сфере. Расскажите об этом поподробнее. Насколько это важно сегодня? Какие работы вам ведутся? Проблема помощи участникам конфликтных ситуаций в образовательной среде является одной из основных, ради которых вообще создавалась и работала психологическая служба. Потому что предназначение ее в системе образования содействует тому, чтобы ребенок развивался в максимально благоприятных условиях. И тогда его психическое, личностное, социальное развитие будет вполне благополучным. И вот тех страшных и тревожных тенденций, о которых часто мы говорим в молодежной среде, наверное, будет меньше или, может быть, они сведутся к какому-то минимуму. И при этом мы, конечно, все знаем, что любая среда человеческая, будь то семья, будь то трудовой коллектив, будь то школьное сообщество, наполнил конфликтами. Потому что там разные люди с разными интересами, с разными потребностями, с разными желаниями в одном месте собираются и как-то пытаются все свои интересы удовлетворить. И без конфликтов представить такую ситуацию невозможно. И в этом, в общем-то, нет ничего страшного. Это источник развития, это возможность лучше понять друг друга, это возможность развития взаимодействия, взаимоотношения. Страшным является то, что преобладают насильственные и деструктивные формы разрешения конфликтов. Вот это вот настораживает и пугает, потому что в итоге создается такая среда, в которой насилие становится как бы обыденным делом. И есть опасность, высокий риск эскалации. То есть можно просто толкнуть сначала, можно обозвать, потом можно ударить, потом и так далее. И предела здесь нет, и мы знаем, что вплоть до совершенно каких-то трагических и уже необратимых последствий может развиваться конфликтная ситуация. Сейчас у нас действует новый проект сетевой, он называется «Школа против насилия» и состоит вот как бы из двух частей. Несколько школ объединились в работе над задачей о создании школьных отрядов-посредников. Ну, всем нам, в общем-то, известно, что иногда третье лицо в конфликте, не имеющее своих конкретных каких-то интересов в этой ситуации, может сохранить более взвешенную, более нейтральную, такую более разумную позицию и помочь участникам ссоры, участникам конфликта договориться. Мы объединились с шестью школами, объединили свои ресурсы. А какие у нас ресурсы? Ну, прежде всего, кадровые люди, которые владеют или не владеют методами медиации. Рассказали об этой идее, заинтересовали ребят. И хотя у педагогов и были сомнения на этот счет, но оказалось, что достаточно много ребят именно с большим интересом и даже, я бы сказала, энтузиазмом отнеслись к такой возможности. А какой возможности? Оказаться в роли посредников конфликта, ну, прежде всего, сверстников или более младших ребят. И помочь им из этой ситуации выйти не врагами смертельными, не с обидой, не с желанием отомстить, а с более-менее позитивными чувствами, с ощущением, что проблема разрешена, и можно дальше жить, дружить, взаимодействовать без каких-то трудностей. То есть вы ведете работу и непосредственно с преподавательским составом? В общем-то, учителя привыкли самостоятельно справляться с конфликтными ситуациями, по крайней мере, с теми, которые на их глазах происходят. И брать на себя роль, ну, в общем-то, такого судьи, который определяет, кто прав, кто виноват, назначает наказание или способ примирения какой-то определяет. И принуждает иногда, или, по крайней мере, стимулирует, подсказывает ребятам, что давайте вот так вот сделайте. Там извинись, или там отдай, допустим, игрушку, которую ты забрал, или еще что-то такое. И, ну, как бы это, может, не так много плохого. Единственное, если думать о перспективе, то получается что? То, что ребята вырастают в таких условиях, когда ответственность за их взаимоотношения, например, с товарищами или с одноклассниками несут не они, а несут вот взрослые. Вот если мы позоримся, придет какой-то взрослый человек и вот что-то такое предпримет. Но больше-то нигде так не будет в жизни, ни в семье, ни на работе. Никто не будет заботиться об их взаимоотношениях с окружающими. И чем раньше они примут на себя вот эту ответственность и научатся по-разному выстраивать взаимоотношения с теми, с кем они хотят дружить, с теми, может быть, кого они не очень любят и не хотят с ними дружить, да? И делать это в приемлемых формах, без насилия, без оскорбления, без унижения чужого достоинства, сохраняя собственное достоинство. Тем вообще-то благоприятнее будет обстановка в обществе в целом и в каждом отдельном коллективе, и в каждой конкретной семье. Вот хотелось бы, чтобы как можно больше ребят получили в таких еще пока защищенных совершенно условиях опыт самостоятельного выхода из конфликтов и обращения за помощью к равному себе. Не к старшему, наделенному властью какой-то, а к равному себе. И вот отряды посредников, они такой шанс дают. Не случайно вот мы, как и в любом другом проекте, в этом проекте планируем такие встречи с разными категориями участников производственного процесса. Мы представляли тот опыт психологам, социальным педагогам. В январе была большая такая городская встреча, фестиваль психо-социальных технологий. Вот в конце марта у нас будет семинар для директоров школ, где в том числе этот опыт будет представлен. Опыт реальных людей из соседних школ всегда более вдохновляющим выглядит, чем вот просто какие-то теоретические рекомендации или даже там информация в интернете. Это где-то кто-то, как-то, непонятно как. А здесь вот реально люди, их можно спросить, уточнить, позвонить, как и что. И, конечно, вот в этом смысле проект тоже важен для города и для нашего центра. Но вот наиболее распространенные все-таки проблемы, с которыми вам приходится сталкиваться? К сожалению, вот конфликты, имея неразрешенный, грамотный вовремя, имеют тенденцию превращаться в такую хроническую неблагоприятную ситуацию, которая может в какой-то момент быстро эскалировать до вот кризисной. И в такой момент ребенок, не имеющий достаточного жизненного опыта, каких-то внутренних ресурсов достаточных, может себя почувствовать настолько никем не понятым, никем не поддержанным, никому не нужным, что жизнь теряет для него смысл. Ему кажется, что вообще невозможно это преодолеть ситуацию, невозможно жить дальше. И в такую минуту в голову приходят страшные мысли. И не только, к сожалению, мысли, но дети решаются на страшные поступки. И хорошо, если это потом оказывается тем, что называется попыткой самоубийства, то есть незавершенной. Но, к сожалению, нередко и трагически могут завершиться такие ситуации. И вот это нас, конечно, как специалистов очень настораживает, и даже это, наверное, слишком мягкое слово настораживает, а вот волнует глубоко. Взрослые и окружающие люди оказываются эмоционально черствыми, холодными настолько, что ребенок, подросток не находит никого, к кому можно было бы обратиться за поддержкой в такой ситуации, вот в конкретный какой-то момент, он, может быть, прошел бы этот момент, и завтра уже увидел ребенка какие-то возможности, если не успеет совершить руковые ошибки. Поэтому вот возможность оказания помощи именно в крестной ситуации нас заставляет как-то мобилизовать ресурсы, которые есть в городе. В частности, кроме вот работ специалистов, собственно, нашего центра, мы попробовали объединить усилия психологов и социальных педагогов из других обязательных учреждений, которые вот так же этой проблемой озабочены настолько, что готовы в ней принять участие реальное. И несколько лет назад при нашем центре мы при поддержке правления образования организовали, ну, тоже, собственно, волонтерскую такую структуру, она называется «Мобильная антикризисная группа». В нее входят вот именно психологи и социальные педагоги не только нашего центра, но и школы детских садов города. Все они работают по-прежнему в своих учреждениях, но руководители этих учреждений дали согласие на то, что в случае какой-то особой ситуации кризисной эти люди будут иметь возможность вот именно в мобильном таком варианте выехать, чтобы помочь в какую-то другую школу или в какой-то семье, если вот случится тяжелая какая-то сложная, чрезвычайная или кризисная ситуация. Ирина Николаевна, работа у вас очень обширная, очень широкая тема. Ее можно, ну, ее не осветишь за 10 минут, да, к сожалению. Я надеюсь, что мы с вами еще увидимся, я надеюсь, что мы с вами еще поработаем, что нам еще с вами удастся пообщаться. Я желаю вам удачи. Спасибо большое. Очень приятно было с вами поговорить об этой важной теме. Надеюсь, что наши слушатели взяли себе на заметку какие-то моменты и повнимательнее будут заглядывать в глаза своим детям, интересоваться их реальным самочувствием, а не только успехами. Ну, собственно, пожелаем всего самого хорошего нашим телезрителям. Это была программа «Семь минут». Всего вам самого лучшего. Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!